Гуманизм – качество, свойственное далеко не всем людям, и, к сожалению, оно не врожденное, а приобретенное. Часто по приютам для бездомных животных судят о культуре нации в целом. Куда проще бросить помирать животное на обочине, нежели взять на себя ответственность за его жизнь. Частный приют БИМ имеет пять филиалов в Москве и области. Он считается одним из самых крупных и благополучных в нашей стране. Как удается выживать приюты и животным, нам расскажет Сергей Сердюк. Здравствуйте, Сергей. Сегодня у нас программа необычная. Почему? Потому что мы решили обратить на столь важную тему для общества, как приют для бездомных собак. Вот я хотела бы узнать, как вообще началось свое существование ваш приют БИМ, который считается одним из самых крупных, наверное, в нашей стране частных приютов. Правильно же? Ну, вообще не приют БИМ, а фонд БИМ. Фонд БИМ, а приют? А приют – это как бы один из филиалов фонда, потому что у нас пять приютов. Каждый приют у нас называется по месту нашего существования. Вот здесь, где мы находимся, это называется БИМ-Хатеичи. БИМ-Хатеичи. Хорошо. Что раньше создалось – приют или фонд? Наверное, приют? Нет. Сначала был фонд, сейчас в советское время, с 86-го года, где Дарья Сергеевна, это президент фонда, еще студенткой. Вот она там помогала. Животных там было на тот момент где-то 15 собак. Арендовалась территория в Купавне. Это, значит, было общество по обучению собак поводырей. Вот там арендовалась территория. А потом потихонечку собаки прибавляются, как и сейчас, и расширялась. Были вынуждены, значит, взять какую-то территорию в аренду. Вот это было, значит, Мехнево, такая вот есть местечко. Там был взят в аренду старый коровник. Там уже было 250 собак. Потом там пришлось оттуда уйти. Как раз Дарья Сергеевна приобрела эту территорию. Привезли их сюда. Потом к нам попал приют. Один из старых приютов, он практически начал свое существование. Раньше назывался Русь, так же, как фонд. Тоже где-то началось в 50-е годы. И как бы этот приют в Томилино, который находится, называется Бентомилино, вот он в 2000 году к нам попал вместе со всеми животными. О чем, собственно, и не ожидали. 250 животных там, 250 собак, 30 кошек к нам попало. Потом потихонечку таким образом к нам попал приют на ВВЦ, который там две бабушки содержали. Тоже 100 с лишним животных к нам попало. То есть у вас, получается, периодически такие неожиданные, но расширения, правильно? Да, и плюс к этому еще отдельные животные. Да, и отдельные животные. Давайте тогда начнем экскурсию с вот этого Бима. Вы мне покажете своих животных, и мне бы хотелось узнать именно побольше о вас. Что за люди, которые берут на себя такую достаточно тяжелую игру, сильную ответственность как бездомные животные. Хорошо? Хорошо. Пойдемте. Сергей, куда мы с вами пришли? Ну, это вот одно из самых наших первых мест, которое построилось, когда этот приют был, значит, куплен. Это вот корпус. И к нему вот это у нас называется Красная площадь, потому что здесь по кругу выложено просто красной плиткой. Вот. Здесь у нас собаки гуляют, и эти вольерные, и из корпуса выходят гулять. Вот. Это вот бассейн. Мы сделали недавно летом, они здесь у нас купаются. Вот. Ну, это вот как бы часть наших подопечных, которые здесь сидят. А сейчас мы можем пригласить сюда еще одну группу товарищей. Ну, давайте попробуем, посмотрим на них. Сейчас на сколько собак выйдет? Сейчас, ну, около 50 собак. Они нас не растерзают. Нет, они будут только лишь знакомиться и целоваться. Да, ощущения такие щекотливые. О, Боже! Молодцы, молодцы. Ну-ка, перестань хулиганить. Тихо. Все. Да, да. Вот где-то приблизительно так они гуляют. Я теряюсь. Ой, ой, тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Взрослые собаки, но несмотря на это вот, вот эта девушка совсем не выглядит, как будто она взрослая. Просто у нас получается на одного кинолога очень много собак, и внимания им не хватает. Поэтому, когда приезжают гости, они вот себя так ведут, радуются, им хочется познакомиться, чтобы кто-то погладил лишний раз. А, ласки не хватает. Вот я смотрю, у нас тут где-то была даже трехлапая собака. Техлапая, да. У нас много трехлапых. Абсолютно трехлапых. Откуда чаще? С улицы, с улицы, да. На трехлапых так скакать. Я на двух ногах так не подпрыгну. Все, успокойся. Все, все, все. Все, 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 молодец, молодец. Все, домой, 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 давай. Если здесь открыть половину вольеров, выпустить вообще весь корпус, здесь будет больше 150-170 собак, они будут друг к другу в гости в вольер заходить, будь лазить там. Расскажите мне, как к вам попадают собаки? Откуда? Попадают с улиц в основном. Хозяйским животным мы не помогаем, потому что нет возможности, и потом все-таки у животных есть хозяин, который уже если не может содержать по разным причинам, или если передумал, что бывает большей частью, то хозяин может сам позаботиться, как-то пристроить, найти другого хозяина. А к нам попадают животные в основном с улиц, из-под машины, травмированные, избитые людьми, изувеченные. То есть в основном к вам все-таки уже пострадавшие животные попадают? Пострадавшие, да. Мы так это называем животные, которые без помощи человека на улице просто погибнут. У вас, я смотрю, трехлапые, двухлапые собаки. Насколько это вообще сильно влияет на жизнь самой собаки? Ну вот вы видели, да, трехлапые собаки? А активности у нее? То есть это, в принципе, они когда привыкают, и уже и лапа их не беспокоит, отсутствие лап, они об этом забывают и живут на ней как на четыре. То есть абсолютно нормально. Три лапы, это не значит, что собака-коллега. Да, совершенно. У нас просто люди пока еще не привыкли коллег брать домой, только-только потихонечку начинают. Это вот, например, в Англии там за такими собаками очередь стоит. И вот, и за старыми, и за такими головами. У нас пока только начинается. А дома совершенно спокойно может такая собака жить, и, наоборот, ей будет приятно. Скажите, кому вы отдаете свои собак? То есть я знаю, что вы не всем их отдаете. Ну, вообще, мы как бы стараемся отдавать так, чтобы собакам было гораздо лучше, чем здесь. Потому что, ну, для нас мы считаем, что здесь им тоже, в общем, как бы неплохо. Хотя перенаполнение, и все-таки дом, это для них самое лучшее, что может быть. Поэтому, когда мы отдаем, мы стараемся как бы с людьми общаться, стараемся проверять. Абсолютно расспрашиваем обо всем. Были животные, не были. Если были, по каким причинам, и как они куда-то исчезли, погибли. Если животное у человека погибло там под машиной или еще каким-то образом, по недосмотру, мы просто не отдаем. Потому что мы не хотим, чтобы наше животное постигло такая же участие. Понятно. То есть вы выбираете все-таки владельца. Ну, скорее всего, да. Сколько собак в год в среднем вам удается приютить, найти им хозяина? Я могу сказать, что если в месяц мы пристраиваем где-то от трех до четырех, то мы считаем, что это очень... Месяц хороший. Так что небольшие результаты-то, в принципе, получаются. И тут, наверное, вполне закономерный вопрос. Вот на что вы все вот это делаете? Ну, как на что? Ну, Дарья Сергеевна как бы начинала с того, что тратила свои студенческие деньги. Потом, значит, появился какой-то там бизнес, там еще что-то. Появились знакомые друзья, которые помогают. И плюс люди, которым просто жалко животных. Вот сейчас мы фактически... Государство нашему фонду не помогает, потому что у нас в России почему-то государство не любит работать с частными фондами. Ну, я-то понимаю, почему. Потому что, ну, как бы, частная организация сама у себя ничего не будет поровать, да, поэтому... Вот. А у нас как-то так все это там государство происходит не очень хорошо бывает. Поэтому только вот за счет сбора средств, которые люди помогают, волонтеры. И плюс, значит, организация, которым тоже жалко. Есть организация, которая нам помогает, в общем, достаточно приличными суммами. Либо корма просто привозят. Я знаю, что у вас на сайте существует такая система, что все средства, которые поступают в фонд, они все прозрачны. Видно, на что они тратятся. Ну, потому что, да. Потому что, когда люди переводят какие-то деньги на счет, либо привозят, либо что-то покупают, им хочется знать. На что это было потрачено. Да, да, и на что. Поэтому мы там делаем, у нас есть, значит, отчеты, мы выбираем, куда выносим, от кого в какие деньги поступили, куда были потрачены, на что были потрачены. Какая самая расходная статья у вас? Куда больше всего требуется? Расходная. У нас две самых больших расходных статьи. Это содержание, то есть это кормление и лечение. Медицина забирает очень много денег. Ну, естественно. Единственное, сейчас плюс у нас в том, что у нас свои врачи очень хорошие. Нам удалось несколько лет назад там при помощи плантюров, там дальше генок денег собрала, купить оборудование для операционной. То есть у нас есть операционный, рентген, там, УЗИ, даже аппарат ЭБЛ. То есть мы можем делать сложные операции с детьми. Поэтому у нас это статья расходов, которые мы раньше возили в клинике в Москву, это было очень дорого. Сейчас мы все можем делать на месте. На месте, да. А медикаменты, конечно, это вот, ухаживание занимает очень много средств. Скажите, какие у вас дальнейшие планы? Вы планируете что-то еще расширить? Пристроить как можно больше. Расширить средств нет, не хватает. Вот мы здесь, эта территория здесь существует уже в 13-й год, и мы за это время даже не смогли ее оградить, сделать забор, потому что нет средств, потому что сиденья, которые вот собираются, они идут непосредственно с желанием. В принципе, каждая собака, которую мы здесь сегодня увидим, она ждет своего хозяина, правильно? Пойдемте еще тогда посмотрим. Мы сейчас с вами пришли к валиру с щенками. Сколько им сейчас месяцев? Сейчас им около пяти попали, они к нам, когда им было месяц. А они при каких обстоятельствах попали? Ну, щенки к нам попадают только подошли. Это когда узнают где-то, где приют, один из наших, и просто привозят либо к воротам, таким вот образом. Потому что все наши животные стерилизованы, мы не можем себе позволить какое-то разведение, тем более их настолько много, что они никому не нужны. Вот, поэтому только таким образом попадают. А чем вы кормите своих питомцев? Ну, основную массу, в частности, собак мы кормим сухим кормом во всех наших пяти приютах. Вот здесь, значит, у нас есть старые животные больные, которые, в принципе, сюда свозят со всех других приютов, потому что там нет... Здесь у нас врачи постоянные, наблюдение может быть круглосуточное. Вот, и с 960 и 310 сидят на каше. То есть это каша с мясом, овощи, добавляйте. Понятно. Скажите, что нужно знать, и о чем нужно помнить человеку, который хочет взять собаку из приюта? Какие бы рекомендации вы дали? Ну, я бы дал рекомендацию такую, когда едете выбирать собаку, надо забыть о том, что вы едете выбирать. Готовьтесь к тому, что будут выбирать вас. Потому что любое животное, которое вы можете прийти и сказать, вот я хочу вот эту. Но это не факт, что она хочет вас. Потому что они могут вот так вот прыгать, скакать, но когда вы войдете, допустим, мы выведем на поводке, и просто животное не захочет с вами общаться. Потому что они очень чувствуют вот эту вот ауру человеческую. А вы как-то потом, в дальнейшем, после того, как собака нашла свой дом, курируете животное? Ну, по возможности, да, мы созваниваемся. Если есть возможность, мы можем приехать в гости навестить. Вот, в основном мы просим людей, чтобы они выходили на наш сайт и там на форуме просто животных наших, которые уже теперь живут у них, что-то рассказывали, фотографии какие-то. Очень приятно на это смотреть. А вы какие договоры заключаете с людьми, чтобы быть уверенным в том, что с собакой ничего не случится? Договор обязательно мы заключаем. Причем мы там, как бы, для наших животных делаем такие у нас, ну, как бы, бонусы. Если человек уезжает куда-то отдыхать и не может взять с собой собаку, ну, либо там, не дай бог, заболел, либо отдыхать не может здесь с животным, мы берем на бесплатную передержку обратно. Во-первых, мы знаем животное, животное знает нас, и здесь, как бы, нет такого стресса, когда отдать там родственникам или соседям. Вот, такое. Плюс мы помогаем в лечении, помогаем, значит, какими-то советами, рекомендациями. Вот, и если какие-то сложные бывают моменты в состоянии здоровья, то мы можем взять собаку или там... Вмочим наше животное и вылечим его здесь. Потом обратно верну хозяину. То есть, в принципе, пожизненная помощь и владельцу... Ну, фактически, да, фактически, да. Получается так. Вот наверняка в вашей практике были истории, вот, которые прямо за сердце берут. Знаете, за сердце берут больше печальные истории. А приятные? Приятные, ну, только если у нас сюда удается пристроить в хорошую семью и животное там себя хорошо чувствует. С детьми, ну, то есть, видно, когда он присылает, допустим, фотографии на сайт, иногда вот заходишь, смотришь, ну, просто приятно. Что попал в хороший дом, и теперь одно там живет, и все его любят. Потому что здесь, конечно, любви на всех не хватает. А больше у нас с историей... Ну, может быть, одна из последних таких историй, может быть, приятная, чем... К нам попал щенок, мы его назвали, значит, битым. Это, значит, в городе Раменском в службу спасения обратились по поводу собаки, которая попала в, там, значит, какая-то емкость с битымом. Вот, и осталась там одна голова, фактически. То есть, он же утонул. Вот, они его достали, значит, пытались там отмыть, не получилось. Потом вот, значит, они связались с Дарьей Сергеевной и привезли к нам. Вот, и сейчас он как бы... Но нам пришлось его остричь полностью под ноль, потому что, ну, сами понимаете... Ну, это асфальт, да. Вот, потому что никакой тут мытью не помогало, ни керосина, ничего абсолютно. Поэтому все выстригали и машинкой, и лезвиями, и кучу этих самых загубили. Лезвие там, ножницы, да, всего этого. Вот, ну, по крайней мере, он остался жив. Пока еще он печальный такой, потому что, видимо, пережил. Ну, приходится я потихонечку, по крайней мере, езжу нормально. То есть, все становится? Да, я думаю, что будет все нормально. Сергей, оказывается, у вас даже кошки живут. А что, кошки-то как? У вас, оказывается, вроде бы такое безобидное животное. Дома не видно, не слышно, корма насыпал и свободен. Вот именно этим они и удобны для дома, да? Но когда в Москве началась, так сказать, такая, по мнению правительства, Москва гуманная программа забить все подвалы... То есть, забить? Ну, кошки жили подвалы, да, забить подвалы, чтобы там не жили. Вот, поэтому основная масса животных погибла. Какая-то часть, которой удалось выйти на улицу, оказалась на улице. Вот, и там стали подбирать сердобольные люди, организовывать домашние приюты. Вот, какие-то просто к нам попадали отдельно, опять же, травмированные. Вот, часть кошек попадала, допустим, там бабушка какая-то пожалела, набрала. Потом жизнь не вечно. Куда-то надо девать. Либо вызывают отлов, усыпление, вот, либо обращаются в приюты. Таким вот образом попадали. Поэтому у нас их тоже достаточно много, около двухсот. А расскажите, как вы пришли к тому, что стали заниматься приютом? Да я-то приютом не занимаюсь, в общем-то. Я как бы пришел работать сюда с животными. А потом, в общем-то, стал как помощником Дарьи Сергеевны. Почему вы выбрали этот путь? Был безработным. Я сказал, работа. Предложили работать с животными. И так все это началось? Я к ним достаточно так отношусь нормально. Они меня не напрягают. Я их считаю, как бы, каким-то параллельным миром. То есть мы, вот, у нас своя компания людская, у них своя компания. Кошачья, собачья, там, и всякое остальное. Так началось. Так началось, да. Не жалеете сейчас? Ведь это такой тяжелый труд. Ну, тяжело. Тяжело. Даже не чисто физически тяжело. Чисто физически тяжело от сотрудника, который убирается. Потому что здесь надо и убраться, и покормить, и какое-то внимание им выделить. И кого-то почесать, кого-то постречь. Там, и вот у нас много лечения и полечить. То, что у нас кинологи, допустим, и филинологи делают, помогают фельдшерам. Вот. А чисто морально, когда попадают, вот смотришь, допустим, приезжает какое-то животное, там, из-под машины, там, травмы. То есть эти мучения, конечно, это вот тяжело. Вот. Вот здесь у нас кошки находятся. Кошки разные. И породные есть, и беспородные. Но для нас они все, кто на улице или с улицы, заходите там, чтобы они туда не выскочили в коридор. Вот. Они все для нас беспородные. Вот здесь у нас их, значит, здесь 54. Вот у нас, видите, вот у них свободный выход в вольер. Там у них вольер крытый. Вот. Вот здесь они в помещении зимуют. В принципе, они все привучены к туалету. Вот когда люди приезжают к нас, если выбирают, у нас в виде стоят туалеты, да, основная масса привучена к туалетам. Летом они некоторые ходят на улице, там, как на природе, копают ямку, там, и все. Вот. Но туалет они все знают. Каким способом вы пытаетесь пристроить животное? Нам помогает. Это сейчас стало более активно. Появилось у нас больше волонтеров, чем было раньше. И вот девочки приезжают, фотографируют животных, вывешивают на сайтах, дают объявления в газеты, общаются с людьми, потому что чисто физически, допустим, мне, Дарья Сергеевна, я не можем с людьми общаться. Это уже только такие-то крайние случаи. Вот, общаются непосредственно с девочкой, узнают что-то про людей, рассказывают про животных, и потом направляют в приют. Люди приезжают, если кто-то понравился, забирают. Сергей, а по какому принципу вы компонуете, селите своих жильцов, да, как они собираются, как-то их по характеру отбираете? Какой тут принцип? Ну, тут по неким принципам. Когда их было мало, было проще. А сейчас, получается, приезжают, допустим, животные, да, если мы его подлечили, и, так сказать, оно уже вполне может жить где-то в стае, мы не можем держать у нас, ну, отдельных мест у нас нет. Вот. Сажаем в одну стаю, наблюдаем, как его приняли, как он относится к кому-то. Если его не принимают, значит, сажаем в другую стаю. Вот таким вот образом, значит, ищем место, где его примут. Вот. То есть, не принимают, то приходится придумать что-то, либо, значит, отдельно будку какую-то, либо в стае находится всегда какой-то, ну, это так же, как у людей. Есть лидер. Да, начинают гнуть когти, поэтому нам проще того оттуда убрать из стаи, посадить на будку, и стая останется спокойной, чем он будет там заводить. Ну, то есть, вот по-разному. С кошками проще. Они, в общем-то... Все миролюбивые. Да, они здесь. У нас даже, получается, вот, когда кошки наши проезжают в семью, где есть кошки, а люди сейчас хотят уже взять там не одно животное, то наши себя чувствуют превосходно, потому что, ну, в общем-то, они привыкли жить в стае. В стае, да, в толпе. У нас же сейчас, наше государство хочет принять новый закон касательно бездомных животных. Разъясните, о чем, что они хотят сделать? Что животные такие же, так сказать, существа, которые хотят жить, и никто не имеет права там над ними издеваться. То есть, людей, наконец-таки, начнут штрафовать или как? Ну, вот надеяться на это. Понимаете, штрафовать здесь штрафами одними не отделаешься. Ну, сейчас, например, штраф есть, могут там и до 80 тысяч наказать. Ну, это в Америке же как? Если ты содержишь там 4-х, да, то ты садишься в тюрьму. Там статья, а у нас этого нет. Как вы думаете, наше государство будет когда-нибудь такое? По нашей статье, которая у нас существует сейчас, о жестоком отношении к животным, который практически не работает, у нас в основном условные сроки. Хотя там предусмотрены до двух лет, но в основном условные сроки. Там, значит, на Западе, в Европе, там у них строго штрафы, одновременно ты будешь сидеть и не один год. Ну, да, там до 5 лет. После того, что ты, как сделаешь животным, как издевался у нас. Поэтому у нас люди так к этому относятся. Так мы будем в итоге платить налоги на своих животных или нет? Ну, вот как сказал один из депутатов, я слышал, что сейчас у нас выборный год, поэтому, так сказать, разговоры о налогах, они не приветствуются. Поэтому, скорее всего, в реакции... А как же не приветствуются? Это же вполне логично. Ведь в основном бездомные животные откуда появляются? Когда-либо человек безответственно подойдет, или он когда наберет там себе стаю, а потом понимает, что там 5 собак. А больше получается, когда люди хотят на этом заработать денег. Каким образом? Ну, как, значит, раньше, если в советское время, то существовали общества, существовали клубы, которые занимались разведением, у которых четко было прописано, и за животными стояла очередь, они попадали в руки непосредственно. А сейчас люди как бы зарабатывают на этом денег. Сколько квартир существует, где просто берут, разводят породных, пытаются разводить породных. Сейчас уже... В клетках. И в клетках, и думаю. Сейчас даже вот очень сложно найти чистую породу. Потому что бывают какие-то, значит, и мозговые нарушения, еще и там физические какие-то нарушения, плюс может быть какой-то скрещивание совершенно не по породе. То есть это конвейер, да? Да. Вы сейчас имеете в виду конвейер. А там у них за это дело, значит, если человек хочет разводить, пожалуйста, бери, покупай лицензию, плати налоги государству, тогда у тебя тоже будет конвейер. Там, например, насколько я знаю, вот в Европе, если человек занимается разведением, то все щенки, которые рождаются, он обязан, не то что он должен, он обязан сообщить организации, которая курирует там муниципалитет или еще что-то, сколько у него щенков, что у него на этих щенков, что есть хозяева, эти щенки сразу чипируются, то есть там сразу идет контроль. У нас этого нет. У нас даже сейчас, между прочим, нет того, что если животное, например, хозяин прочипировал, что в случае его потери ее вообще кто-то найдет. Например, в Америке там каждый полицейский участок оборудован помещениями, где если найдена какая-то собака, она там содержится около трех дней и ищется хозяин. То есть у них там есть и приборы, которые считывают эти чипы. Во-первых, штраф это будет однозначно, почему собака оказалась на улице без хозяина. Если она оказалась случайной, хозяина докажет, что он не выбросил там, да, то он будет просто штраф. А если он ее выбросил там или еще что-то, то там может быть сразу статья. Понятно. Если мы к этому придем, если мы к этому придем, мы к этому придем, ну я не знаю, мы надеемся, что должно все-таки быть. Сколько нам десятилетий потребуется, чтобы до этого дойти? Насколько Россия вообще в области бездомных животных отстает от всего другого мира, цивилизованного? Отстает, отстает во многом. Отстает, потому что там, допустим, если организация не существует, то там, во-первых, идет реклама чисто волонтерская, да, там помогает много организаций, и там достаточно богатых людей, которые готовы помогать животным. Вот. Наши богатые люди, основная масса, животным не готовы помогать, потому что они считают, что это как бы, ну, не знаю, второй сорт там или еще что-то, ну, или неинтересно. Вот. Основно помогает, ну, представляете, допустим, у нас вот приходят иногда на счет деньги там 200-300 рублей там, да, и мы просто людям благодарны, потому что такая бабушка берет от своей пенсии отрывать, потому что ей жалко. А человек сидит на миллионах и просто взять, допустим, сказать... Причем мы предлагали, когда у нас в декабре была очень тяжелая ситуация в прошлом году, предлагали организациям, банкам, мы просто писали письма, взять, как в зоопарке, например, да, там какую-то группу животных, их курировать, либо взять там вот построить. У нас есть фундамент здесь, уже отстоялся такой, на нем можно все что угодно построить, но у них не хватает средств. Мы там с удовольствием сделали бы клинику свою, вот местную, для того, чтобы там был бы изолятор отдельно, там и хорошее помещение отдельное для операции, для всего. Средств нет, а люди такие не находятся. Пока что еще к этому наше общество. Ну да, не готово, не пришло. Ну что ж, Сергей, время нашей передачи уже подходит к концу. Благодарю вас за то, что вы уделили нам свое время. А вы, уважаемые телезрители, можете выбрать себе любую собаку из тех, которых вы сегодня видели. И, возможно, именно вы осчастливите это животное тем, что заберете из приюта. К сожалению, наше общество еще пока не готово к тому, чтобы брать животных из приюта. Куда проще купить собаку или кошку без всяких обязательств. Мы забываем о том, что вокруг нас есть животные, для которых ласка и доброе слово могут стать смыслом их жизни. И это лохматое чудо будет несказанно благодарно своему владельцу. Прийти в дворняжку мы не только приобретаем друга, но и спасаем ей жизнь. Познакомиться, чтобы кто-то погладил лишний раз. Ласки не хватает. Вот я смотрю, у вас тут где-то была даже трехлапая собака. Трехлапая, да. У нас много трехлапых. И нормально живет, да? Абсолютно трехлапых. Откуда чаще? С улицы, с улицы, да. На трехлапых так скакать. Я на двух ногах так не подпрыгну. Все, успокойся. Все, все, все. Все, все, все. Молодец, молодец. Все, домой, 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 давай. Если здесь открыть половину вольеров, выпустить вообще весь корпус. Здесь будет больше 150-170 собак, они будут друг другу в гости в вольер заходить, бутки лазить там. Расскажите мне, как к вам попадают собаки? Откуда? Попадают с улиц в основном. Хозяйским животным мы не помогаем, потому что нет возможности. И потом все-таки у животных есть хозяин, который уже если не может содержать по разным причинам, или если передумал, что бывает как бы большей частью, хозяин может сам позаботиться, как-то пристроить, найти другого хозяина. А к нам попадают животные в основном с улиц, из-под машины, травмированные, там, сбитые людьми, изувеченные. То есть в основном к вам все-таки уже пострадавшие животные попадают? Пострадавшие, да. Мы пытаемся, то есть мы так это называем животные, которые без помощи человека на улице просто погибнут. У вас, я смотрю, трехлапые, из двухлапые собаки. Насколько это вообще сильно влияет на жизнь самой собаки? Ну вот вы видели, да, трехлапые собаки? Да, активности у нее. То есть это, в принципе, они когда привыкают, и уже и лапа их не беспокоит, отсутствие лапы, они об этом забывают и живут на них как на четырех. То есть абсолютно нормально. Трехлапые, это не значит, что собака-коллега. У нас просто люди пока еще не привыкли коллег брать домой, только-только потихонечку начинают. Это вот, например, в Англии там за такими собаками очередь стоит. И за старыми, и за такими. У нас пока только начинается. А дома совершенно спокойно может такая собака жить, и наоборот, ей будет приятно. Скажите, кому вы отдаете своих собак? То есть я знаю, что вы не всем их отдаете. Ну, вообще мы как бы стараемся отдавать так, чтобы собакам было гораздо лучше, чем здесь. Потому что, ну, для нас мы считаем, что здесь им тоже, в общем, как бы неплохо. Хотя перенаполнение, и все-таки дом, это для них самое лучшее, что может быть. Поэтому, когда мы отдаем, мы стараемся как бы с людьми общаться, стараемся проверять. Абсолютно расспрашиваем обо всем. Были животные, не были. Если были, по каким причинам и как они куда-то исчезли, погибли. Если животное у человека погибло, там под машиной или еще каким-то образом, по недосмотру, мы просто не отдаем. Потому что мы не хотим... Такие неожиданные, но расширения, правильно? Да, и плюс к этому еще отдельные животные. Да, и отдельные животные. Давайте тогда вот начнем экскурсию с вот этого, Дима. Вы мне покажете своих животных, и мне бы хотелось узнать именно побольше о вас. Что за люди, которые берут на себя такую достаточно тяжелую игру, сильную ответственность как бездомные животные. Хорошо? Хорошо. Пойдемте. Сергей, куда мы с вами пришли? Ну, это вот одно из самых наших первых мест, которое построилось, когда этот приют был, значит, куплен. Это вот корпус. И к нему вот это у нас называется Красная площадь, потому что здесь по кругу выложено просто красной плиткой. Вот здесь у нас собаки гуляют, и эти вольерные, и из корпуса выходят гулять. Вот это вот бассейн. Мы сделали недавно летом, они здесь у нас купаются. Вот, ну, это вот как бы часть наших подопечных, которые здесь сидят. А сейчас мы можем пригласить сюда еще одну группу товарищей. Ну, давайте попробуем, посмотрим на них. Сейчас на нас сколько собак выйдет? Сейчас, ну, около 50 собак. Они нас не растерзают. Нет, они будут только лишь знакомиться и целоваться. Да, ощущения такие щекотливые. Ну-ка, перестань хулиганить. Тихо. Вот где-то приблизительно так они гуляют. Какая, я теряюсь. Ой, ой, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Хочет спокойно. Фу. Это какого возраста собаки? Разного возраста здесь. Ну, в основном у нас здесь в этом корпусе уже такие пожилые животные, вот пяти лет и выше. Вы говорите, что они достаточно взрослые собаки, но несмотря на это, вот эта девушка совсем не выглядит, как будто она взрослая. Просто у нас, получается, на одного кинолога очень много собак, и внимания им не хватает. Поэтому, когда приезжают гости, они вот себя так ведут, радуются, им хочется. Гуманизм – качество, свойственное далеко не всем людям. И, к сожалению, оно не врожденное, а приобретенное. Часто по приютам для бездомных животных судят о культуре нации в целом. Куда проще бросить помирать животное на обочине, нежели взять на себя ответственность за его жизнь. Частный приют «БИМ» имеет пять филиалов в Москве и области. Он считается одним из самых крупных и благополучных в нашей стране. Как удаётся выживать приюту и животным, нам расскажет Сергей Сердюк. Здравствуйте, Сергей. Сегодня у нас программа необычная. Почему? Потому что мы решили обратить на столь важную тему для общества, как приют для бездомных собак. Вот я хотела бы узнать, как вообще началось своё существование ваш приют «БИМ», который считается одним из самых крупных, наверное, на нашей стране частных приютов. Правильно же? Ну, вообще не приют «БИМ», а фонд «БИМ». Фонд «БИМ». А приют? А приют – это как бы один из филиалов фонда. Потому что у нас пять приютов. Каждый приют у нас называется по месту нашего существования. Вот этот, где мы находимся, это называется «БИМ-Хотеичи». «БИМ-Хотеичи». Ну, хорошо. Что впервые, что раньше создалось, приют или фонд? Наверное, приют? Нет. Сначала был фонд, сейчас советское время, с 86-го года, где Дарья Сергеевна – это президент фонда, ещё студенткой. Вот она там помогала. Животных там было на тот момент где-то 15 собак. Арендовалась территория в Купавне. Это, значит, было общество по обучению собак-поводырей. Вот там арендовалась территория. А потом потихонечку собаки прибавляются, как и сейчас, и расширялось. Были вынуждены, значит, взять какую-то территорию в аренду. Вот это было, значит, Мехнево, такая вот есть местечко. Там был взят в аренду старый коровник. Там уже было 250 собак. Потом там пришлось оттуда уйти. Как раз Дарья Сергеевна приобрела эту территорию. Привезли их сюда. Потом к нам попал приют. Один из старых приютов, он практически начал своё существование. Раньше назывался Русь, так же, как фонд. Тоже где-то началось в 50-е годы. И этот приют в Томилино, который находится, называется Бентомилино, вот он в 2000 году к нам попал вместе со всеми животными. О чём, собственно, и не ожидали. 250 животных там, 250 собак, 30 кошек к нам попал. Вот. Потом потихонечку таким образом к нам попал приют на ВВЦ, который там две бабушки содержали. Тоже 100 с лишним животных к нам попало. То есть у вас получается переодить? Слушай, наши животные постигут, какая же участие. Понятно. То есть вы выбираете всё-таки владельца. Ну, стараемся, да. Сколько собак в год в среднем вам удаётся приютить, найти им хозяина? Я могу сказать, что если в месяц мы пристраиваем где-то от трёх до четырёх, то мы считаем, что это, в общем-то... Месяц хороший. Так что небольшие результаты, в принципе, получаются. И тут, наверное, вполне закономерный вопрос. А сейчас вот на что вы всё вот это делаете? Ну, как на что? Ну, Дарья Сергеевна как бы начинала с того, что тратила свои студенческие деньги. Потом, значит, появился какой-то там бизнес, там ещё что-то. Появились знакомые, друзья, которые помогают. И плюс люди, которым просто жалко животных. Вот сейчас мы фактически... Государство нашему фонду не помогает, потому что у нас в России почему-то государство не любит работать с частными фондами. Ну, я-то понимаю, почему. Ну, потому что, ну, как бы, частная организация самого себя ничего не будет воровать, да, поэтому... Вот. А у нас как-то так всё это там в государстве происходит не очень хорошо бывает. Поэтому только вот за счёт сбора средств, которые люди помогают, волонтёры. И плюс, значит, организация, которым тоже жалко. Есть организация, которая нам помогает, в общем, достаточно приличными словами. Либо корма просто привозят. Я знаю, что у вас на сайте существует такая система, что все средства, которые поступают в фонд, они все прозрачные, видно, на что они тратятся. Ну, потому что, да, потому что, когда люди переводят какие-то деньги на счёт, либо привозят, либо что-то покупают, им хочется знать, как это было потрачено, да, и на что. Поэтому мы там делаем, у нас есть, значит, отчёт, и мы выбираем, куда выносим, от кого какие деньги поступили, куда были потрачены, на что были потрачены. Какая самая расходная статья у вас? Куда больше всего требуется? Расходная? У нас две самых больших расходных статьи. Это содержание, то есть это кормление, вот, и лечение. Медицина забирает очень много денег. Ну, естественно. Единственное сейчас плюс у нас в том, что у нас свои врачи, очень хорошие, нам удалось несколько лет назад, там, при помощи, полонтеров, вот, там дальше денег собрала, купить оборудование для операционной, то есть у нас есть операционный, рентген, там, УЗИ, даже, это самое, аппарат ЭВЛ. То есть мы можем делать сложные операции здесь. Вот, поэтому у нас эта статья расходов, мы раньше возили в клинике в Москву, это было очень дорого. Сейчас мы всё можем делать на месте. На месте, да. А медикаменты, конечно, это вот, ухаживание занимает очень много средств. Скажите, какие у вас дальнейшие планы? Вы планируете что-то ещё расширить? Пристроить как можно больше. Расширить средств нет, не хватает. Вот мы здесь, эта территория здесь существует уже в 13-й год, и мы за это время даже не смогли её оградить, сделать забор, потому что нет средств. Там сиденья, которые вот собираются, они идут непосредственно с желанием. В принципе, каждая собака, которую мы здесь сегодня увидим, она ждёт своего хозяина, правильно? Пойдёмте ещё тогда посмотрим. Спасибо. 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 Мы сейчас с вами пришли к валиру с щенками. Сколько им сейчас месяцев? Сейчас им около пяти попали они к нам, когда им было месяц. А они при каких обстоятельствах попали? Ну, щенки к нам попадают только подрошенные. Это когда узнают где-то, где приют, один из наших, и просто привозят либо к воротам, таким вот образом. Потому что все наши животные стерилизованы, мы не можем себе позволить какое-то разведение, тем более их настолько много, что они никому не нужны. Вот, поэтому он только таким образом попадает. А чем вы кормите своих питомцев? Ну, основную массу, в частности, собак мы кормим сухим кормом во всех наших пяти приютах. Вот здесь, значит, у нас есть старые животные и больные, которые, в принципе, сюда свозятся со всех других приютов, потому что там нет... Здесь у нас врачи постоянные, доскать, наблюдение может быть круглосуточное. Вот, и с 960 и 310 сидят на каше. То есть это каша с мясом, овощи, добавляется. Понятно. Скажите, что нужно знать, и о чем нужно помнить человек, который хочет взять собаку из приюта? Какие бы рекомендации вы дали? Ну, я бы дал рекомендацию такую. Когда едете выбирать собаку, надо забыть о том, что вы едете выбирать. Готовьтесь к тому, что будут выбирать вас. Потому что любое животное, которое вы можете прийти и сказать, вот я хочу вот эту. Но это не факт, что она хочет вас. Потому что они могут вот так вот прыгать, скакать. Но когда вы войдете, допустим, мы выведем на поводке, и просто животное не захочет с вами общаться. Потому что они очень чувствуют вот эту вот ауру человеческую. Вы как-то потом, в дальнейшем, после того, как собака нашла свой дом, курируете животное? Ну, по возможности, да, мы созваниваемся. Если есть возможность, мы можем приехать в гости навестить. Вот.